МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ ФИЛЬМА Позволю себе напомнить, что документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года в формате Нормандской четверки и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, Донецкой и Луганских народных республик, появился с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Было и продление срока выполнения Минских соглашений на 2016 год. 31 декабря заканчивается срок Минских соглашений, итогов их реализации по вине властей Украины нет. Возникает вопрос, что дальше, и долго ли еще будут гибнуть наши соотечественники. Я в этих республиках был более 30 раз, встречался с жителями и руководством республик, с Александром Владимировичем Захарченком, национальным лидером республики, мужественным, беспредельно преданным делу свободы и независимости своей родины человеком, не раз был на передовых рубежах вооруженного противостояния и видел страдания людей, слезы и горе матерей, потерявших своих детей. Это все последствия агрессивной политики властей Украины. Со всей ответственностью могу заявить, что действия властей Украины, направленные на уничтожение исторической, культурной и экономической основы Донбасса, кроме как геноцидом, назвать никак нельзя. Все признаки геноцида на поверхности. Навязывание антисоветизма, открытой русофобии, запрет на использование родного русского языка, продолжение открытой политики террора и в отношении мирного населения, уничтожение памятников архитектуры, церквей, культурных и образовательных учреждений, жизненно важных социальных объектов, предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное физическое уничтожение населения Донбасса. Все, что происходит и происходило сегодня в Донецкой и Луганских народных республиках, в полной мере попадает под международное определение геноцида. Проанализируйте сами. С начала 2014 года в результате варварских обстрелов городов и поселков Донецкой и Луганской народных республик, даже по оценке ОБСЕ и ООН, было убито около 10 тысяч мирных жителей. По мнению властей Донецкой и Луганской народных республик, гораздо лучше знающих обстановку в регионе и размах зверств вооруженных сил Украины и так называемых добровольческих батальонов на территории республик, погибло более 50 тысяч женщин, детей и стариков. Разрушены тысячи жилых домов, школы, детсады, больницы, разрушены и разграблены музеи, библиотеки, учреждения культуры, причинен колоссальный ущерб промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. По сути, разрушена гражданская инфраструктура и системы жизнеобеспечения населенных пунктов, уровень жизни населения на катастрофически низком уровне, огромный поток беженцев и внутренних перемещенных лиц. Гуманитарные ситуации на Донбассе вследствие политики террора со стороны официальных властей Украины можно характеризовать как катастрофическую. С 1 декабря 2014 года президент Порошенко подписал указ, в соответствии с которым были введены действия жесткие меры, направленные против населения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Этим указом власти Украины установили финансово-экономическую блокаду Донбасса, прекратив выплаты пенсии и социальных пособий населению этих территорий и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Сегодня мелкими провокациями на линии соприкосновения, в результате которых продолжают гибнуть дети, старики, мирное население, официальной власти Украины пытаются спровоцировать руководство республик на ответные действия, чтобы добиться нового витка военной конфронтации. Официальные украинские власти не исполняют условий Минских соглашений и продолжают кровопролитие на Донбассе, а Запад при этом обвиняет в очередной раз в срыве соглашений Россию. Все это ориентировано прежде всего против России и на продолжение политики экономических и политических санкций. Стоит ли удивляться тому, что западные страны упорно не замечают факты массовых военных преступлений, совершаемые нынешним руководством Украины, в результате которого гибнут мирные населения. Минские соглашения все больше превращаются в ширму для продолжения войны против Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, для разрушения исторических связей между народами России и Украины, для сохранения и усиления экономических санкций против нашей страны. Считаю, что в этих условиях Россия должна выработать меры, направленные прежде всего на защиту наших соотечественников, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, от геноцида со стороны властей Украины. Все хорошо помнят, что 11 мая 2014 года были проведены референдумы о самоопределении республик. В Донецкой Народной Республике приняло участие в референдуме 75% избирателей, из них более 80% участников референдума высказались за суверенитет. В Луганской Народной Республике в референдуме приняло участие 75% избирателей, из них 96% участников референдума также высказались за суверенитет. КПРФ признала итоги референдума. Считаю нужным еще раз проинформировать вас, уважаемые коллеги, что КПРФ с первых дней кризиса на Донбассе оказывает и продолжает оказывать гуманитарную помощь. За все время отправлено на Донбасс 57 гуманитарных конвоев, около 7 тысяч тонн продуктов питания, предметов первой необходимости, строительных материалов и других грузов. За два года более 3 тысяч детей из Донбасса отдохнули в Подмосковье в оздоровительном комплексе Снегири. Организаторами движения «Дети России, детям Донбасса», как еще одной формой поддержки наших братьев на Донбассе стали Геннадий Андреевич Зюганов и Иосиф Давыдович Кобзон. По поручению Геннадия Андреевича Зюганова и начальника штаба показаний помощи Донбассу Владимира Ивановича Кашина и при активном участии депутата фракции КПРФ готовится 58-й гуманитарный конвой для детей Донбасса. Отправка будет 19 декабря от совхоза имени Ленина Московской области. Приглашаем всех, кто имеет желание принять участие в формировании гуманитарного конвоя для детей Донбасса на Новый год. В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганских народных республиках, принимая во внимание ситуацию продолжающейся политики геноцида и террора в отношении жителей Донбасса, Донбасса считаю крайне важным, во-первых, создать депутатскую рабочую группу для более тщательного анализа ситуации на Донбассе, во-вторых, в случае неисполнения положений Минских соглашений в течение полугода считаю возможным, чтобы Государственная Дума Российской Федерации приняла заявление в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках и подготовить предложение президенту Российской Федерации о признании итогов общенародных референдумов в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, в ходе которых подавляющее большинство населения этих республик высказалось за суверенитет. Ситуация крайне сложная. На Донбассе продолжает гибнуть мирное население, дети, старики и женщины. Мы не имеем права с вами спокойно к этому относиться и должны сделать все, чтобы восстановить мир и спокойствие на многострадальной земле. И второе. Принимая во внимание, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин находится с визитом в Японию, хочу выразить позицию фракции КПРФ, которая состоит в том, что южные Курилы законно вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Вопрос принадлежности островов России решен окончательно, бесповоротно и пересмотру не подлежит. Вопросы экономического сотрудничества, также развития взаимовыгодного сотрудничества в других областях между Россией и Японией не должны никаким образом увязываться с территориальными претензиями и попытками изменить госграницы. Россия большая, земли в ней много, но лишней нет ни пяди. Курильские острова были, есть и будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова